Благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни», который стартовал в 2019 году, по всей России уже открыто более 400 спортивных объектов. Цель проекта, который реализуется в рамках нацпроекта «Демография», довести до 2030 года количество регулярно занимающихся спортом граждан до показателя в 70%. В рамках проекта проводятся различные мастер-классы, спортивно-образовательные программы, тренировки и соревнования. Также проект «Спорт. Норма жизни» реализуется в виде ремонта старых и строительства новых спортивных объектов по всей России. От дворовых площадок с тренажерами до дворцов спорта, способных принимать международные соревнования. И, конечно, в Карачао-Черкесии этот проект реализуется тоже. Совсем недавно в рамках этого проекта в ауле Сарыцюз был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс. Он включает в себя, как мы видим, универсальный игровой зал. Здесь можно заниматься и игровыми видами спорта, можно постелить татами, ковры, боксерские ринги, можно заниматься единоборствами. На втором этаже есть тренажерный зал, зал для спортсменов по армспорту, где они могут себя совершенствовать. В общем, этот зал максимально разработан для сельской местности, который может включить в себя все актуальные игры спорта. А также в части его содержания оптимизированы все расходы. В общем, его разрабатывали именно для сельских поселений, как вот Сартуз, там вот Учкулани у нас в прошлом году такой же фокус открылся, там станица Зеленчугская. И дальше собираемся тиражировать эти объекты, там следующий объект в Ново-Джигуте, в ТРЗ. Ну, у нас много планов как по реализации этого проекта. Если раньше проблема досуга для молодежи в сельской местности стояла довольно остро, сегодня, благодаря национальным проектам, даже в самых маленьких поселениях вводятся в эксплуатацию дома культуры и спортивные объекты, которые становятся центром притяжения для молодежи, да и для взрослого поколения тоже. В моих местах, если бы я жил в ауле, ну, я вырос в ауле, так скажем, я бы самым счастливым ребенком на свете был, но если бы у меня был такой комплекс, такая площадка футбольная, потом в аулах камни поставили, так футбол играли, две деревяшки забили, сверху проволокой примотали в ветку, это у нас турник был. На самом деле, хотелось бы пожелать им крепкого здоровья, самых лучших достижений и успехов во всем, во всех начинаниях. Строительные работы были начаты в апреле 2022 года. Глядя на это здание, сложно поверить, что еще два года назад здесь был пустырь. Стройка, как говорится, велась ударными темпами, а все ради того, чтобы порадовать аульчан новым современным спорткомплексом. А желающих заниматься спортом в Сарычузе хватает. До открытия комплекса спортсменам приходилось заниматься в зале местной школы. Конечно, неплохо, но все-таки места и оборудования было недостаточно. Новый же зал позволяет вместить всех желающих заниматься спортом, а самое главное, теперь не нужно подстраиваться под время, когда в школе не проводится урок физкультуры. Ну, это спортивный спортзал, наш тренажерный зал. Тут оборудование очень многими тренажерами, блинами профессиональными. То, что нам не хватало в этом зале, очень много кондиционера, вытяжка, все-все по стандарту сделано, освещение там, то есть все очень красиво и очень громадно. Армрасслеры являются гордостью Сарычуза. Именно тут тренируются сильнейшие спортсмены борьбы на руках в республике, такие, как Альберт Кенжев, который совсем недавно стал бронзовым призером первенства мира по армрестлингу. Кроме того, Альберт признан лучшим армрестлером России среди юниоров. Если он смог добиться таких результатов в стесненных условиях старого спортзала, можно представить его результаты при подготовке в подходящих условиях. Я начал занятия армрестлингом дома вообще, то есть у себя дома, вот, и потихонечку дома набирал необходимую силу. Далее выступил на соревнованиях и больше зажегся, как бы, этим видом спорта и уже непосредственно приехал сюда, в Сарычуз, и начал более, ну, на профессиональном, как бы, уровне уже тренироваться с тренером. Для открытия этого зала мы тренировались в школьном спортзале, то есть, вот, ну, неподалеку отсюда, вот. Ну, и на протяжении нескольких лет приходилось нам там тренироваться. Этот зал мне очень сильно нравится, на самом деле он именно по размерам меньше немного, но при этом он очень вместительный, и тут, как бы, все укомплектовано, то, что нужно как раз для спортсмена, для нас, то есть, для армрестлеров и, в принципе, для людей, которые хотят привести себя в форму. На самом деле, многие люди, которые далеки от армрестлинга, думают, что это всего лишь борьба на руках, но там очень много нюансов, много техник, как бы, и именно техническая часть подготовки наиболее даже важна, чем физическая, скорее, вот. И здесь, в принципе, все есть необходимое, как для подготовки именно по армрестлингу, так и просто для человека, который хочет привести себя в форму, ну, то есть, заняться там обычным фитнесом. Стоит отметить, что не обязательно быть записанным в какую-то секцию. Любой желающий может в свободное время прийти в зал и приобщиться к спорту. Благо, занятия тут абсолютно бесплатные. Кроме того, теперь тут есть футбольное поле, где будущие мастера мяча смогут оттачивать неотразимые удары по воротам. А этот универсальный зал подходит не только для игровых видов спорта, таких как волейбол, гандбол и баскетбол, но и для занятий единоборствами. Так тут проводят свои тренировки по ММА юное поколение бойцов, именно о которых мы без сомнения услышим еще не раз. Учеников у меня сейчас около 50. А это какие возрастов у меня? Возраста, школьные возраста, начиная с нулевого класса и кончая 18-19 лет. Раньше мы тренировались в школьном спортзале, и то через день там условия. И школа там была, и другая секция была, и в спортзале тренировались на поле, даже в горы бегали по погодным условиям, смотря как получалось. С открытием нового зала у нас появились новые возможности. Занимаемся каждый день, чистый, теплый зал, очень хорошие условия, раздевалки, душ, все есть. Главное, чтобы теперь было желание есть. Ученикам, родителям очень нравится, все благодарны. Все, кто этим занялся, кто это сделал, завершил, большое спасибо. Новый зал есть, условия созданы. Дальше для достижения успехов дело за тренерами и их учениками. У них хорошие спортсмены есть в армспорте, есть чемпионы мира, чемпионы России. Вот недавно их парень Кенжев был признан самым лучшим спортсменом России. Это вот даже в этом году, по-моему, или в прошлом. Также по единоборствам хорошо культивируют ММА. Ну и игровые виды спорта, у них хорошие футболисты есть. Ну, в принципе, остальные виды достаточно развиты все. Но уже совсем скоро в станице Зеленчукской появится два современных и универсальных физкультурно-оздоровительных комплекса. Развитие спорта в Зеленчукском районе получит второе дыхание. А все благодаря строительству сразу двух физкультурно-оздоровительных объектов. В первом комплексе пока еще ведутся строительные работы. По поручению главы республики Карачаево-Черкесии, Расшида Бориспича Томезова, был проведен отбор на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Зеленчукского района. В 2022 году был проведен отбор. В 2023 году было начато строительство данного фока и планируется сдача в 2023 году во втором квартале. В этом фоке будет два универсальных борцовских ковра и помост для бокса, и, конечно, трибуны для зрителей. Одновременно здесь смогут заниматься 120 человек. Отдельно стоит отметить удобное расположение объекта. У нас Зеленчукская станица очень большая, и спортивная школа обеспечивает занятием спорта детей из центральной части. Еще один есть физкультурно-оздоровительный комплекс, который также был построен в 2023 году на территории 2-й, 4-й средней школы Зеленчукской. А вот в этом краю детям не было возможности куда-то ходить. То есть у нас даже территориально теперь распределены спортивные объекты для того, чтобы дети не испытывали дискомфорта, добираясь до такого учреждения. А новый фок — это новые спортсмены, победы на новых соревнованиях, да и в целом больше людей, которые смогут уделять больше внимания здоровью спорту. Поэтому было принято решение поучаствовать в государственной программе «Комплекс на развитие сельских территорий» для того, чтобы дать шанс воспитывать и далее титулованных спортсменов. Баскетбол, волейбол, мини-футбол, гимнастика. Для развития этих видов спорта и построен данный фок. Также удобно расположены в аккурат рядом с 4-й школой. А еще здесь предусмотрен тренажерный зал, который могут посещать даже лица с ограниченными возможностями здоровья. Завершены работы уже по строительству. Полностью оборудован физкультурно-оздоровительный комплекс, сделано благоустройство. Данный объект уже введен в эксплуатацию. Поэтому я думаю, что в первом квартале уже 24-го года уже дети могут заходить заниматься. Работа по строительству этого спортивного объекта также велись в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Жители Куржинова с нетерпением ждут открытия в селе нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Местной футбольной команде больше не придется подстраиваться под капризы погоды. Да и взрослые смогут провести в фоке свой досуг с пользой. Это любимое мое дело. Ее любимое дело – гонять мяч с мальчишками. Девятилетняя София Попова выбрала для себя не гимнастику и танцы, а футбол. И пусть в ее команде в основном мальчишки, София играет с ними наравне. Каждую тренировку ждет с нетерпением и очень не любит дождь и снег. Ведь в плохую погоду тренировки отменяются, поскольку ребята занимаются на стадионе под открытым небом. София, ну скажи, пожалуйста, каково это играть с мальчиками? Ну, мне хорошо. У меня одноклассники хотели тоже, но они боялись с мальчиками играть. А тебе как? Мне хорошо. Нравится? Да. Проблема отсутствия в Куджиново спортивного зала стоит как никогда остро. Ведь двум группам юных футболистов приходится по возможности скитаться по школьным спортивным залам. Вот только не всегда получается, ведь в школах уроки, да и зал не рассчитан на профессиональные занятия этим видом спорта. Каждая пропущенная тренировка уменьшает шансы на победу в соревнованиях. И пусть футбольный клуб организован относительно недавно, ребята уже не раз добивались побед. К сожалению, из-за погодных условий, особенно мы сталкиваемся с этими сложностями зимой, мы не имеем возможности проводить занятия, так как погода не позволяет. Морозы плюс отсадки. Когда морозов не было, мы пытались защищать снег и своими силами играть. Но, к сожалению, не имея какого-нибудь зала, непокрытого комплекса, тяжело организовывать тренировочный процесс. Помимо футбольного клуба, в селе Куржиново занимаются и другими видами спорта. Вот и взрослые не отстают от молодежи и тоже проводят досуг с пользой. Наталья Агеева уже не первый год работает директором Дома культуры. После реставрации помещения там был оборудован танцевальный класс, где Наталья с односельчанами занимаются фитнесом. Правда, в специально оборудованном помещении тренировки проходили бы плодотворнее и не приходилось бы подстраиваться под расписание танцевальных уроков. В Доме культуры у нас организовали кружок фитнеса для взрослого населения. Днем у нас в этом зале занимаются дети, а вечером после работы с удовольствием сюда приходят взрослые женщины, девушки. И я тоже с удовольствием принимаю участие в этом процессе. Вот прям с рабочего кабинета после рабочего дня захожу сюда и набираюсь бодрости. Снимаю усталость, приобретенную за весь день рабочий. Нам очень необходим ФОК для того, чтобы могли люди заниматься фитнесом, заниматься спортом. Благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография» новый ФОК начнут строить в Куржиново уже в этом году. На первом этаже универсальный спортивный зал для единоборств и игровых видов спорта. На втором тренажерный зал, раздевалки и душевые. После завершения строительства у жителей села Куржинова, у детей в первую очередь появится возможность заниматься спортом на современном оборудовании, независимо от погодных условий. С 2011 года в Карачао-Черкесии введены в эксплуатацию более 130 объектов спортивной инфраструктуры, что увеличило пропускную способность спортивных объектов более чем в два раза. Завершено строительство четырех спортивных универсальных площадок в угле Бакужиля, в поселке Правокубанском, Карачаевском муниципальном районе, также в угле Саретюз и в поселке Заречный. Хотел бы сказать, что эти площадки появились там, где их никогда не было, где не было, к сожалению, должной инфраструктуры для занятия спортом, и теперь и дети, и взрослые имеют возможность заниматься, поправлять свое здоровье, какие-то досуговые мероприятия проводить, проводить различного рода спортивно-массовые мероприятия, как, я не знаю, поселкового, районного, так и республиканского масштаба. Наличие и развитие инфраструктуры позволяет нам ежегодно увеличивать количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. То есть создание этих условий, скажем так, способствует тому, что наши граждане, наши жители все активнее и активнее начинают заниматься спортом. То есть предложение рождает спрос. Ну и, естественно, наоборот, когда люди просят в том или ином населенном пункте построить площадку, построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Уже в ближайшее время завершится реконструкция ряда важных для республики спортивных объектов. Завершается реконструкция, хотел бы здесь обратить внимание, долгожданная реконструкция стадиона «Саулов» в городе Карачаевске. Сегодня это будет современный стадион, отвечающий всем требованиям. Произошла полная его реконструкция. Также сейчас он имеет 2800 посадочных мест. Заменена дорожка легкоатлетическая. Сейчас там 6 дорожек по 400 метров. Также заменено футбольное поле. Это стандартное футбольное поле, 68 на 105 метров. Этот объект, еще раз повторюсь, соответствует всем требованиям. И на нем возможно проводить различного масштаба спортивного массового мероприятия, культурного массового мероприятия, вести тренировочный процесс по футболу, по легкой атлетике, вести занятия на тренажерах. Здесь бы хотелось сказать, что наличие такого стадиона даст дополнительный импульс развитию таких видов спорта. Еще раз скажу, это легкая атлетика, футбол. Также здесь хотел бы отметить, что все эти объекты строятся в рамках поручений главы Карачаева Черкесской Республики Рашида Бориспевича Мерезова на основании тех обращений граждан, которые поступают. Что касается программ, по которым осуществляется строительство, то это федеральный проект «Спорт. Норма жизни», государственная программа развития физического культуры и спорта и федеральный проект «Бизнес-спринт». Также в этом году планируется открытие двух умных спортивных площадок. Так это в поселке Московском и в Ногайском муниципальном районе Веркер-Ньюрте. Также у нас в городе Тиберда планируется создание модульного физкультурно-здоровительного комплекса. Это тоже будет достаточно крупный объект в Тиберде. Там такого объекта никогда не было. И наши спортсмены смогут, и жители города Тиберда смогут заниматься в этом прекрасном, комфортном физкультурно-здоровительном комплексе. И если учесть, что это условия среднегорья, то это действительно очень такое, скажем так, большое подспорье и для массового спорта, и для спорта высших достижений. Хотел бы отметить еще раз, что главным приоритетом вообще развития физической культуры и спорта в республике одним из главных приоритетов является развитие спортивной инфраструктуры. То есть у нас уже буквально за последние 10 лет построено более 130 спортивных объектов. Если учесть, что населенных пунктов, если мне память не изменяет, порядка 140, то практически в каждом населенном пункте у нас сейчас есть спортивный объект. Да, есть те населенные пункты, где еще нужно как бы не один объект, а несколько, а это крупные населенные пункты. Вот, допустим, приведу пример, что вот в Станице Зеленчуской также в рамках комплексного развития территории, это программа Минсельхоза, также строится еще один ФОК, вот, по идее, он до конца года будет уже большой процент его строительства. И получается, что большой крупный населенный пункт, там нужно два физкультурно-заветинных комплекса. В Хабезе в том строится? Так же и в Хабезе, да, так же и в Хабезе строится. Поэтому, как бы, ту потребность, которая требуется, то есть, строя спортивные объекты, мы увеличиваем единовременную пропускную способность объектов спорта. Здесь хотел бы сказать, что это один из двух целевых показателей федерального проекта «Спорт. Норма жизни». То есть, наличие спортивных объектов говорит о том, что у нас большее число наших жителей сможет заниматься физико-культурой и спортом в комфортных современных условиях. Стоит отметить, что реализация социально значимых объектов проводится при непосредственной поддержке федерального правительства. Тут крайне важно еще на этапе строительства выявить и устранить все возможные недостатки. Так, в ходе недавней рабочей поездки председатель правительства КЧР Мурат Аргунов и заместитель полпреда президента России в СКФО Владимира Надыкта проинспектировали ход строительства и реконструкции в Хабецком районе и Карачаевском городском округе ряда социально значимых объектов, работа на которых идет в рамках национальных проектов. Эта врачебная амбулатория в поселке Арженкизовский сможет принять первых пациентов уже в середине апреля. На сегодняшний день она готова более чем на 80%. К слову, этот объект реализуется в рамках нацпроекта здравоохранения. Амбулатория будет обслуживать более 2800 человек и обеспечить 130 посещений в смену. Нам обещает новое здание, врачебную амбулаторию. Мы очень ждем наше здание. Новое, теплое, чистое, полностью переедем. Это вот доктор, врач общей практики, медсестры и наша скорая помощь. Мурат Ургнов и Владимир Надыкта в ходе своей рабочей поездки осмотрели еще ряд объектов здравоохранения. ФАП в Новой Тиберде и амбулаторию в ауле Зиюка. Работа над которыми также уже на финишной прямой. Осталось документально располагать? Да, пожалуйста. Еще в этом году будет завершен капремонт в амбулатории Аула Хошхабль. А в поселке Донбай совсем скоро появится новый ФАП. Мы несколько раз в год такие объекты посещаем. Это, безусловно, стимулирует подрядчиков на более качественное выполнение работы и соблюдение сроков таких работ. Ну и, как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, это все делается исключительно для людей, для их комфортной работы и проживания. За последние годы в Карачао-Черкесии проделана значительная работа по модернизации системы образования. За 2024-2025 годы в республике будет ремонтировано еще 18 школ, включая школу номер один в Хабезе. При поддержке аппарата полномочного представителя президента мы обсуждаем вопросы, какие проблемы есть для завершения, чего не хватает. И здесь очень большая поддержка от них идет для решения этих задач на федеральном уровне и для успешной реализации своевременного ввода этих объектов. Я думаю, все объекты вводные в этом году будут завершены и будут соответствовать тем поставленным требованиям и качествам. Кроме того, в нынешнем году завершится строительство двух крупных объектов культуры. Это ДК в Кошхабле и Домбае. Параллельно ведется ремонт Дома культуры в ауле Зиюка. И, конечно, будет завершено строительство долгожданного ледового дворца в Карачаевске. Осмотрели вводные объекты, которые у нас реализуются в рамках национальных проектов на территории республики. В целом проекты реализуются в графиках. По отдельным объектам мы посмотрели и внесли предложение по ускорению сроков реализации таких проектов или применение отдельных планировочных решений, которые улучшат качество оказываемых услуг нашим гражданам. Кроме того, в ходе рабочей поездки Владимир Надыкта провел совещание с членами правительства КЧР, специалистами профильных ведомств и представителями бизнес-сообщества республики, обсудив всеми развитие курорта Домбае. Мы понимаем и видим, что курорт динамично развивается. Планируются к реализации новые инвестиционные проекты. И цель сегодняшнего нашего совещания именно обеспечить комфортную, доступную инвестиционную среду как для реализации социально значимых объектов муниципалитета, так и для реализации частных инвестиционных инициатив. Одним из важных вопросов, поднятых на совещании, стало завершение разработки мастер-плана курорта, который должен воплотить новую концепцию развития Домбае, что в перспективе должно простимулировать рост привлекательности курорта для туристов. Домбае 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 Продолжение следует...